День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Цифры развития. Губернатор Павел Малков отчитался перед народными избранниками. Актуальный гололед на правительстве уточнили, кто теперь вместе с коммунальщиками будет чистить дворовые территории. Мусорные сотки в Клепяковском районе прикрыли стихийный полигон. Финансово-экономический отчет губернатора в областной думе сегодня, безусловно, тема номер один. Реализация нацпроектов, благоустройство территорий, возведение соцобъектов. Об этом и не только Павел Малков говорил детально, а затем ответил на вопросы представителей региональных фракций. Кристина Бочкарева продолжит. От демографии до международной кооперации экономика региона сегодня масштабная. Охватывает 12 национальных и 45 региональных проектов. Общая сумма трат – более 23 миллиардов рублей. Отчет губернатора изобиловал цифрами и был скрупулезен. Национальные проекты, принятые по инициативе нашего президента в 2019 году, дали колоссальный импульс к развитию. В Рязанской области 12 направлений развития. За все это время, за время реализации национальных проектов, на них направлено более 81 миллиарда рублей. В Рязанской области – это и федеральный, и региональный бюджеты. Я вот сейчас специально выхожу за пределы одного года, чтобы показать, какой прогресс достигнут за счет тех решений президента. Губернатор уделил внимание в том числе и те проблемные вопросы, с которыми мы столкнулись в 2023 году, и как они решались. И поставил достаточно подробные, четкие задачи и цели, которыми следовать будет регион в 2024 году. И вот эта такая работа выстроенная, которая проходит обсуждение с обществом, с гражданами, проживающими на той или иной территории, она нашла поддержку. Построено 28 детских садов и 5 домов культуры. Еще 9 ДК отремонтировали капитально, обустроили 23 модельные библиотеки. За весьма короткий срок – 4 года – региональные власти благоустроили более 180 общественных территорий. По словам Павла Малкова, серьезные успехи у Рязанской области и в ключевых сферах – промышленности, сельском хозяйстве. Если смотреть статистику, показатели нашего региона выше средних по стране. Все прекрасно помнят, с какими проблемами столкнулись агрария в прошлом году. Прошлой зимой тогда из-за сложных погодных условий погибла большая часть озимых в целом ряде районов. И все равно прирост погоды по сельскому хозяйству плюс 4,5%. Самыми затратными нацпроектами стали безопасные и качественные дороги, а также жилье и городская среда. На них потратили почти 9 и более 4,5 миллиардов соответственно. В результате отремонтировали сотни километров дорог, построили 89 километров линий искусственного электроосвещения, благоустроили 26 общественных и 6 дворовых территорий. И это только за прошлый год. После основной части свои вопросы по проектам и будущим перспективам развития задали региональные представители фракций. Каждый, кто просто внимательно услышит, увидит, как много сделано. И все-таки главное, я бы сказал, не в той части, где очень много сделано. Это на самом деле люди оценивают. Потому что то, что сделано, это качество жизни людей. И когда улучшается здравоохранение, когда вот те меры, которые принимаются, хотя бы для раннего выявления инфаркта, мы же знаем, что это главная причина смертности. И вот сокращение даже на несколько процентов смертности – это жизнь людей. А что может быть дороже? За прошлый год на новый уровень вышло и здравоохранение. Уже работает главный лечебный корпус областного клинического онкологического диспансера. Капитально отремонтировано 34 медучреждения. Построено 15 ФАПов. Теперь, по словам губернатора, необходимо работать на перспективу, чтобы еще улучшить качество жизни рязанцев во всех сферах. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Деньги деньгами, но это все стратегические вопросы. Что же касается тем локальных, то главное, о чем судачить сегодня рязанцы – уборка снега и льда с тротуаров. Об этом говорили на правительстве. Пока что больших нареканий на системность работы коммунальных служб нет. Уборка снега и гололед – основная повестка последних дней, причем по всему региону. Обледенение автотрасс вынудило власти даже ограничить выезды школьных автобусов в южных районах области. Те самые прошлогодние, так называемые, «переходы через ноль» этой зимой не такие частые. Реагировать на изменения коммунальщики вроде как успевают. И в области, и в городе. В Рязани, кстати, к борьбе с гололедом активно подключают управляющие компании. Вчера предоставили им песко-соляную смесь с ДБГ, чтобы они могли обработать дворовые территории. Ну и жилищные инспекции попросили, чтобы провели рейты по управляющей компании, которые проигнорирули эту работу. Сегодня эту работу также всю неделю будем продолжать. Возможности для получения песко-соляной смеси для управляющей компании есть. Она заготовлена. Также просим управляющей компании по возможности обрабатывать тротуары в спальных районах, где иногда у нас не хватает сил. Внедрение единой цифровой карты идет не такими темпами, как хотелось бы. На это жалуются рязанцы в соцсетях. Мало того, что по выпуску самой карты есть вопросы, так еще и количество услуг в ней пока не оптимальное. Безусловно, есть сервис АСОПа, автоматическая система оплаты проезда. В нее включены льготники. Также у нас есть система, мы уже отрабатываем с библиотеками. На Горьковской библиотеке, как читательский билет, это уже отработано. Сейчас централизовано со всеми остальными. Тоже этим вопросом занимаемся. Также сейчас занимаемся, чтобы внедрить данную систему как СКУД. В образовательных учреждениях у нас уже ворских, в техникуме уже это реализовано. То есть это и проездной билет, и пропуск, и читательский билет, и карта лояльности, и многое-многое другое. Вот надо, чтобы абсолютно все инструменты, которые есть, были интегрированы в эту карту. Чтобы был единый ключ ко всем сервисам. Поэтому очень правильное направление работы. Давайте прям активнее. Мы всю подготовительную работу провели. Теперь в этом году надо наращивать сервисы и масштабы проекта. Централизованное обновление стоматологических кабинетов в регионах вызвало небывалый ажиотаж. Единая медицинская система учета, которой, к слову, в прошлом году фактически не было, сегодня в регионе работает, пусть и не без ошибок. Этот год, заявил губернатор, должен стать годом прорыва. И не только по удобству оказания медицинской помощи, но и прозрачности всех финансовых потоков. Перепады температуры и осадки, как известно, приводят к разрушению дорожного покрытия. Для поддержания уличной дорожной сети в нормативном состоянии специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта городской администрации ежедневно проводят мониторинг состояния дорог. И после на латание трасс выходят дорожники. Пока коммунальные службы усердно очищают город от снега и наледи, дорожники латают полотно. Не нарушая технологии. Дело в том, что укладка асфальта зимой – это вполне себе законная процедура. В состав смеси сейчас включают различные пластификаторы и отвердители, чья задача – сделать асфальтобетон максимально текучим и не позволить ему замерзать. Такой способ позволяет заделывать выбоины и трещины на дорогах, даже когда в них есть вода, грязь, снег или лед. Этой ночью работа в прямом смысле кипела на улицах Интернациональная и Бирюзова. Ежедневно выполняются работы на площади более 80 квадратных метров. Работа в основном производим в ночное время для того, чтобы не мешать автомобилистам. Спецкультс, подлежащих ямочному ремонту, формируются из обращений граждан. Мы сами обследуем уличную дорожную сеть для выявления тех участков, где необходим ямочный ремонт. Литой асфальтобетон позволяет выполнять работы при минусовых температурах. Всего с начала года работы по заделке выбоин выполнены на 61 участке уличной дорожной сети. Общая площадь ремонта – порядка 830 квадратных метров. У торгового центра «Круиз» до 17 февраля включительно выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Это партнер информационной программы «День города». Самые свежие и вкусные морепродукты прямиком с Дальнего Востока. Больше 5000 нарушений по итогам обращений граждан выявила областная прокуратура в прошлом году. По 4000 составлены акты прокурорского реагирования. Об этом на прямой линии заявил новый рязанский прокурор Дмитрий Каданев. В таком формате общения он участвовал впервые и старался быть для жителей понятным. За прошлый год в областную прокуратуру поступило более 32 тысяч обращений. Чаще всего рязанцы жаловались на качество услуг ЖКХ, медицинскую помощь, обеспечение лекарственными препаратами. Каждое шестое обращение было отработано мерами прокурорского реагирования. Такой статистикой поделился прокурор Рязанской области Дмитрий Каданев. На прямой линии обсудили важный вопрос качества уборки дорог. Прокурор рассказал, что ведомство реагирует и на обращения граждан, и на посты в социальных сетях. С началом зимнего периода у прокуроров на исполнение находится мое поручение об обеспечении законности при содержании дорожно-уличной сети, тротуаров. И по результатам проверок на сегодняшний момент выявлено значительное число нарушений. Дмитрий Каданев добавил, что зафиксированы факты, когда из-за плохой уборки страдали люди. Теперь прокурор будет выносить постановление об уголовно-правовой оценке работы должностных лиц и ненадлежащем качестве уборки. Другой важный вопрос, который задали во время прямой линии, касается бродячих животных. Дескать, бесхозные собаки гуляют в Рязани стаями. Случаи нападения не такая уж и большая редкость. Дмитрий Каданев рассказал, что в прошлом году отловили более тысячи бродячих собак. Чипировали и вернули их обратно на улицу. Мы этот вопрос также не оставляем без внимания. В частности, выявлялись и нарушения в деятельности. Указанные службы, прокуроры реагировали на эти нарушения. А что касается возврата этих животных в естественную, обратно в среду, здесь вопрос, скорее всего, законодательный. На сегодняшний момент те правила, которые действуют на территории Рязанской области, они предусматривают такой порядок. Сейчас решается вопрос о строительстве приюта для животных, который должен решить проблему, заявил прокурор. Практика проведения личного приема граждан будет продолжена. И не только с выездом в район, но и с работой в круглосуточных социальных учреждениях. Каждый раз цель преследуют конкретную. Например, перед отопительным сезоном делают упор на подготовку управляющих компаний к зиме. Весной проводят горячую линию по защите прав несовершеннолетних перед ЕГЭ. Новую незаконную свалку обнаружили в Рязанской области сотрудники природоохранной прокуратуры. Стихийный полигон грозил разрастись в полномасштабную городскую свалку, но стражи закона сработали оперативно. 20 соток бытового мусора. Такую стихийную свалку обнаружили местные жители деревни Волчково в Клепиковском районе. Сюда навезли и древесные, и строительные, и коммунальные отходы. Местные жители сразу же обратились в природоохранную прокуратуру. После выездной проверки вердикт был прост. Обращение в суд. С целью устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в Клепиковский районный суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены. На собственников земельных участков возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку. Устранение нарушений находится под контролем прокуратуры. Стихийную свалку должны убрать в течение двух месяцев. Этот момент проконтролирует прокуратура. В Россельхознадзоре напомнили, что земельный участок в некоторых случаях подлежит изъятию. Например, если плодородие почв существенно снижено или причинен вред окружающей среде. Другая причина, если участок земли не используют по назначению минимум три года подряд. Или наоборот, используют, но с нарушением законодательства Российской Федерации. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Это свершилось! Камчатские телегатезы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 12 по 17 февраля у входа в ТЦКУИЗ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА